Нотр-Дам де Пари, Кармен, Аргентинская танго, имя ей Роза и десятки других хореографических спектаклей. Танцевальные номера разных стилей, от классического вальса до современного хип-хопа. Но основой постановок театра Вадима Елизарова неизменно остается спортивный бальный танец. Он культивирует понятия общей той культуры, очень красивой, и тех взаимоотношений, которые возникают между различными полами. Он и культивирует тело. Это щадящая физическая нагрузка, которая, безусловно, заставляет вас подтянуться, тянуть животик, приучает к чувству пропорции. Первый крупный успех в 1999 году. Тогда с программой «Фантастика» коллектив выступил в одном из главных концертных залов Германии. В 2001-м – фестиваль Дни русской культуры во Франции. Еще через пять лет – дебют на сценах Канады и Китая. В 2009-м году театру присвоили почетное звание – академический. Сегодня в учреждении более сотни сотрудников – балетмейстеры, звукорежиссеры, костюмеры, мастера художественного света. Актерская труппа – 50 человек. Гастролируют в разных странах, побеждают в престижных конкурсах. Первая театральная премия Крыма «Золотой грифон» – новая ступень в творчестве танцевального коллектива. Я вижу прямой смысл участия в таком фестивале, тем более, что это не где-то за горами, за долами, а это наши ближайшие соседи, Крым проводят. И я глубоко убежден, что вот это поле культуры, театральное поле, оно едино. Оно едино. Мы можем административно делиться как угодно. Но мы живем все в едином пространстве России и тем более Крым. Номинант на победу – хореографический спектакль «Пигмалион». Его артисты покажут 26 марта на сцене театра в основе постановки пьесы английского драматурга Бернарда Шоу в современной интерпретации. По замыслу постановщика главную героиню будут учить не правилам произношения слов, а классической хореографии. Если там у главных героев, один из главных героев – это профессор фонетики Бернарда Шоу, то у нас, в нашем спектакле, это учителя танцев, которые берут вот эту девушку, пропагандирующую культуру хип-хопа и превращают ее в настоящую леди, в настоящую светскую львицу. С постановками Вадима Елизарова севастопольцы знакомы хорошо. Уверяют, проводить вечера в театре гораздо лучше, чем у телевизора или за компьютером. На Крымском фестивале актерам желают победы. История любви, аргентинская танго, по-моему, фуете. Потом у них есть папури из разных. Ноттердам де Пари несколько раз смотрела. Так сейчас вот не помню. Пигмалион. Я практически все посмотрела, так что очень нравится, замечательный театр. Желаю ему процветания. Первый раз я увидела их в Ялте, позапрошлом, наверное, году. А здесь уже в Севастополе вот мы пошли. Очень изумительно, просто шикарно. Мы должны приобщаться к культуре, мы должны видеть красивое, мы должны видеть красивую игру, красивых актеров. Я получаю от этого удовольствие, наслаждение, если хотите. Очень много увлечений для молодежи появилось. И мне кажется, что театры – это именно те заведения, которые воспитывают нашу духовную, нашу патриотичность и духовное воспитание. И поэтому сейчас нужно как можно больше уделять этому внимания. Спектакль «Пигмалион» участвует сразу в нескольких номинациях. Хореография, пластика и пантомима, лучшая мужская роль и другие. Честовать лауреатов премии будут в начале апреля. Победителей наградят на сцене Ялтинского театра имени Чехова. Анастасия Синица, Михаил Волобуев и Деливер Меджитов. Информационный канал Севастополя.